Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как ведёт себя очень сильный человек, когда на него кричат и приказывают, что это сделка? Как себя вести, если с тобой хотят измениться, насколько грубо тебя подзывают к себе? Что делать, если мужчина сказал тебе, что ты возомнил из себя взрослую, и он тебя старше на 12 лет? Вообще говоря, работать с уверенностью в себе я полагаю. Но давайте пойдём по порядку. Как ведёт себя очень сильный человек, когда на него кричат и приказывают что-то сделать? Делает то, что считает нужным, не принимая на свой счёт то, что на него кричат. Вот, не принимая на свой счёт то, что, ну, как бы, когда, условно говоря, там, человек кричит, да, когда человек кричит и кричит. Вот, он в этом смысле, пожалуй, разговаривает в этот момент не с вами. Вот, он говорит в этот момент сам с собой. В какой-то степени. Вот, и на свой счёт принимать, принимать подобные вещи, пожалуй, что не стоит. Дальше. Так, как себя вести, если перед тобой хотят извиниться, но слишком грубо тебя подзывают к себе? Ну, опять же. Что такое грубо? Вам здесь, то есть, ну, вот, буквально вот что такое? Что мы имеем в виду? Говоря грубо. То есть, грубо это оценка. Вот, вам может казаться, что вас подзывают грубо, а на самом деле ничего такого и нет. Вы же понимаете. То есть, что такое грубо? Как понять, что грубо, а что нет, да? Для одного человека грубо одно, для другого человека грубо другое. Вот. Это очень субъективно. Но, исходить из приоритетов. То есть, если, вот что для вас важнее, что человек хочет извиниться перед вами, или что он позывает вас грубо, там, да. Человек, который хочет извиниться, он может испытывать чувство стыда, чувство, ну, тревоги. Вот. И, соответственно, это может его, как-то, вот, подталкивать. Это может его подталкивать на пол, чтобы грубо. Ну, вас подозвать, как вы говорите, да? Что само собой может быть неприятно, но, опять же, если мы не принимаем это на свой счет. Вот. Если мы принимаем это на свой счет, то это вообще, вот, немножечко другая история. Поэтому вопрос здесь, на мой взгляд, не про то, как себя вести, а как вы реагируете на то, когда такие вещи происходят. И что вы в этот момент чувствуете, вот, чего вы в этот момент хотите, и не возникает ли у вас какого-то внутреннего конфликта из-за этой ситуации. Вот. Ситуация, безусловно, неприятная. Дальше. Ээээ, как тебя, так, эээ, что делать, если мужчина сказал тебе, что ты возомнил из себя взрослый, он у тебя старше на 12 лет? Ну, мало ли кто что говорит. То есть, ну, человек, человек, вот, у человека есть такая позиция, да, то есть он считает, что вы не можете, ээээ, значит, ну, как-то действовать. Вот. Вот. Его право. Вот. При чем здесь вы? То есть вы здесь как-то исходите из, ээээ, как будто бы из позиции какой-то борьбы. Ну, вот. То есть какая разница, кто что говорит. Вы сами, ээээ, чувствуете важность того, что, не знаю, хотите сказать, сделать. Вот. Если вы чувствуете важность всех этих моментов, ээээ, всех этих моментов, вот, то какая разница, кто что говорит. Но если вы хотите одобрения, если вы хотите подтверждения, вот, то да, в таком случае, конечно, вам будет неприятно. Но то, что вы хотите одобрения, это история про неуверенность в себе, про сомнения в себе и так далее. Вот. Вот. Поэтому я бы сказал, что в первую очередь обращать внимание нужно именно это. Вот. То, что я бы сказал здесь. Понятное дело, что вы уже сами решаете. Ну, вот. Как-то так. Напоследок хочется отметить, что любая тенденция к борьбе, да, она ведет, в общем-то, к истощению. Вот. К эскалации какого-то конфликта и, в общем, появляется такое вот непрекращающееся желание вас, ну, вам отвечать. Вот. Если вы хотите этого избежать, да, то необходимо учиться, во-первых, к бесконфликтному общению. Это первый момент, очень важный. Вот. И второе, это, конечно, отделять себя от того, что вам говорит человек. То есть не ждать от него какого-то одобрения, условно говоря, или, и, 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 или разрешения. Вот. Это то, что, на мой взгляд, очень важно сейчас, по крайней мере, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Да, решать вам, как вы будете действовать. Вот. Но сильный человек, по-настоящему сильный, не пытается с кем-либо бороться. Вот. Представьте, мы сильный человек. Вот. Представьте, мы сильный человек. Вот. Вот. Для этого требуется определенная внутренняя опора, которая, который, по моему впечатлению, от вашего текста, вот, по моим ощущениям, от вашего текста, у вас этого нет. Вот. Да, как бы, то есть, ну, вот, на мой взгляд, по крайней мере, вот, так мне это, так мне это видится. Вот. То есть, понятно, что могу я ошибаться, в данном случае. Вот. Понятно, что могу я, быть, не браться, в данном случае. Вот. Вот. И поэтому, на мой взгляд, очень важно, вот, очень важно вам развивать опору на себя. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. В заключении хотел бы сказать, что довольно сильно бросается в глаза тот факт, что вы как бы говорите от третьего лица. о себе не от первого лица, хотя проблема вроде как ваша, да? Вот. Ну, говорите вы не о себе, а говорите вы как бы о человеке, да? То есть, вы говорите, если там, вот, вы пишите, если мужчина сказал тебе, то есть, вот, как будто бы вы здесь не берете на себя, грубо говоря, личную ответственность за то, что происходит. Вот. С вами я имею ввиду. Конечно. Вот. Подобная диссоциация довольно-таки тревожная для человека, для его самочувствия. Вот. А, ну, ну, психологического я имею ввиду самочувствия. Вот. И свидетельствует о его желании избежать чего-то. Вот. Если проблема повторяется системно, то мы имеем дело с системной же проблемой, вашей системным конфликтом. Если проблема только с одним человеком, мы можем говорить об инпринте, вот, то есть, психоэмоциональным таким выделением человека на фоне других ввиду, там, может, ну, может быть, каких-то чувств, например, да? То есть, ну, просто вот, какие-то чувства могут быть. Вот. Вот. И происходит вот такое выделение человека. Вот. С этим нужно работать, дабы ваши чувства получили возможность выражаться, ну, вот, более, скажем, скажем так, более свободно, да? Вот. Вот. То есть, не так, как сейчас, например. Вы это делаете, допустим. Вот. Такой ответ. На этом всё. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен вам за обратную связь. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь. Всего самого доброго. ... ... Эп step.